Лев Толстой. Бог правду увидит, да нескоро скажет. Быль, читает Павел Беседин. В городе Владимире жил молодой купец Аксенов. У него были две лавки и дом. Из себя Аксенов был русый, кудрявый, красивый и первый весельчак и песенник. С молоду Аксенов многое пил и когда напивался, буянил, но с тех пор, как женился, он бросил пить, и только изредка это с ним случалось. Раз летом Аксенов поехал в Нижний на ярмарку. Когда он стал прощаться с семьей, жена сказала ему, Иван Дмитриевич, не езди ты нынче. Я про тебя дурно во сне видела. Аксенов посмеялся и сказал, ты все боишься, как бы не загуляла я на ярмарке-то, а? Жена сказала, не знаю сама, чего боюсь. А так дурно видела. Видела, будто ты приходишь из города, снял шапку, А я гляжу, голова у тебя вся седая. Аксенов засмеялся. Ну, это к прибыли иначе. Смотри, как расторгуюсь, дорогих гостинцев обязательно привезу. И он простился с семьей и уехал. На половине дороги съехался он с знакомым купцом. И с ним вместе остановился ночевать. Они напились чаю вместе и легли спать в двух комнатах рядах. Аксенов не любил долго спать. Он проснулся среди ночи. И чтобы легче холодком было ехать, взбудил им щека и велел запрягать. Потом вышел в черную избу, рассчитался с хозяином, привел себя в порядок и уехал. Отъехавший в верст сорок, он опять остановился кормить коня. Отдохнул в сенях сам на постоялом дворе. И в обед вышел на крыльцо и велел поставить самовар. Достал гитару и стал играть. Вдруг ко двору подъезжает тройка с колокольчиком. И из повозки выходит чиновник с двумя солдатами. Подходит к Аксенову и спрашивает. Кто? Откуда? Аксенов все рассказывает, как есть, и просит. Не угодно ли чайку вместе выпить? Только чиновник все пристает с расспросами. Где ночевал? Прошлую ночь? Один или с купцом? Видел ли купца поутру? Зачем рано уехал со двора? Аксенов удивился. Зачем его обо всем это спрашивают? Все рассказал, как было, да и говорит. Что же вы меня так выспрашиваете? Я не вор, не разбойник какой-нибудь. Еду по своему делу и ничего меня не интересует, так сказать. И не спрашивайте больше. И нечего спрашивать. Я прошу. Тогда чиновник кликнул солдат и сказал. Я исправник и спрашиваю тебя за тем, что купец, каким ты ночевал прошлую ночь, зарезан. Покажи вещи. А вы обыщите его. Взошли в избу, взяли чемодан и мешок и стали развязывать и искать. Вдруг исправник вынул из мешка ножик и закричал. Это чей ножик? Аксенов поглядел, видит. Ножик в крови из его мешка достали. И испугался. А отчего кровь на ножи? Почему? Аксенов хотел отвечать, но не мог выговорить слово. Я, я, я. Я не знаю. Не мой нож. Тогда исправник сказал. По утру купца нашли зарезанным на постели. Кроме тебя некому было это сделать. Изба была заперта изнутри, а в избе никого, кроме тебя, не было. Вот и ножик в крови у тебя в мешке. Да и по лицу видно. Говори, как ты убил его и сколько ты ограбил денег у него взял. Аксенов божился, что не он это сделал, что не видел купца после того, как пил чай с ним. Что деньги у него свои восемь тысяч есть, что ножик не его. Но голос у него обрывался, лицо было бледно, и он весь трясся от страха, как виноватый. Исправник позвал солдат, велел связать и везти его на телегу. Когда его со связанными ногами взвалили на телегу, Аксенов перекрестился и заплакал. У Аксенова отобрали вещи, деньги, отослали его в ближайший город, в Острог. Послали во Владимиру знать, какой человек был Аксенов. И все купцы и жители Владимирские показали, что Аксенов с молоду пил и гулял, но был человек хороший. Тогда его стали судить. Судили его за то, что он убил рязанского купца и украл 20 тысяч денег. Жена убивалась о муже и не знала, что думать. Дети ее еще не были большими, все были малые, а один был у груди. Она забрала всех с собой и поехала в тот город, где ее муж задержался в Остроге. Сначала ее не пускали, но потом она упросила начальников и ее привели к мужу. Когда она увидела его в острожном платье, в цепях, вместе с разбойниками, она ударилась о землю и долго не могла очнуться. Потом она поставила детей вокруг себя, села с ним рядышком и стала сказывать ему про домашние дела и спрашивать его про все, что с ним случилось. Он все рассказал ей, она сказала, как же быть теперь? Он сказал, надо просить царя, нельзя же невиновному погибать. Жена сказала, что она уже подала прошение царю, но что прошение не дошло. Аксенов ничего не сказал и только потупился. Тогда жена сказала ему, не даром я тогда, помнишь, видела сон, что ты сед стал, вот уж и вправду ты с горя посидел, не ездить бы тебе тогда. И она начала перебирать его волоса и сказала, Ваня, друг сердечный, жене скажи правду, не ты это сделал, Аксенов сказал. И ты подумала на меня, закрылся руками и заплакал. Потом пришел солдат и сказал, что жене с детьми надо уходить. И Аксенов последний раз простился с семьей. Когда жена ушла, Аксенов стал вспоминать, что говорили. Когда он вспомнил, что жена тоже подумала на него и спрашивала его, Он ли убил купца или не он, он сказал себе, видно, кроме Бога никто не может знать правды. И только его надо просить, только его, от него только ждать милостяний. И с тех пор Аксенов перестал подавать прошение, перестал надеяться и только молился Богу. Аксенова присудили наказать кнутом и сослать в каторжную работу. Так и сделали. Его высекли кнутом и потом, когда от кнута раны зажили, его погнали с другими каторжниками в Сибирь. В Сибири на каторге Аксенов жил 26 лет. Волоса его на голове стали белые, как снег, и борода отросла длинная, узкая, седая. Вся веселость его пропала. Он сгорбился, стал ходить тихо, говорил мало, никогда не смеялся и часто молился Богу. В остроге Аксенов выучился шить сапоги и на заработанные деньги купил чеки именения и читал их, когда был свет. А по праздникам ходил в острожную церковь, читал апостол и пел на клеросе. Голос у него был все еще хорош. Начальство любило Аксенова за его смиренство, а товарищи осторожные почитали его и называли дедушкой и божьим человеком. Когда бывали просьбы по острогу, товарищи всегда Аксенова посылали просить начальство, и когда промеж каторжных были ссоры, то не всегда к Аксенову приходили судиться. Из дому никто не писал писем Аксенову, и он не знал, живы ли его жена и дети. Привели раз на каторгу новых колодников. Вечером все старые колодники собрались вокруг новых и стали их расспрашивать, кто из какого города или деревни, и кто за какие дела. Аксенов тоже подсел на нары подлинновых и, потупившись, слушал, кто что рассказывал. Один из новых колодников был высокий, здоровый старик, лет шестидесяти, с седой, стриженной бородой. Он рассказывал, за что его взяли. Он говорил, так, братцы, ни за что сюда попало. У ямщика лошадь отвязалась с ней, поймали, говорят, украл. А я говорю, я только доехать скорее хотел. Я лошадь пустил. Да ямщик-то мне, приятель. Порядок, я говорю. Порядок же? Нет, говорят, украл. А того не знают, что и где украл. Были дела, о, давно бы следовало сюда попасть. Да не могли уличить-то. А теперь не по закону сюда загнали. Да врешь. Бывал в Сибири-то. Да недолго. Гаживал здесь, хаживал. А ты откуда будешь? Спросил один из колодников. Бог правду видит. Да нескоро скажет. А мы из города Владимира. Там мощнее мещание. Звать Макаром. А величают Семеновичем. Аксенов поднял голову и спросил. А что, не слыхал ли Семенович во Владимире, городе, про аксеновых купцов? Живы ли? Как не слыхать? Богатые купцы. Даром, что отец в Сибири. Такой же видно, как и мы, грешные. А ты сам-то, дедушка, за какие дела? Аксенов не любил говорить про свое несчастье. Он вздохнул и сказал. По грехам своим двадцать шестой год нахожусь в каторжной работе. Макар Семенович сказал. А по каким же таким грехам? Аксенов сказал. Стало быть, стоило того. И не хотел больше рассказывать. Но другие острожные товарищи рассказали новому, как Аксенов попал в Сибирь. Они рассказали, как на дороге кто-то убил купца и подсунул Аксенову ножик. И как за это его понапрасну засудили. Когда Макар Семенович услыхал это, он взглянул на Аксенова, хлопнул себя руками по коленам и сказал. Ну, чудо! Вот чудо-то! Постарел же ты, дедушка! Его стали спрашивать, чему он удивился так и где он видел Аксенова. Но Макар Семенович не отвечал. Он только сказал. Чудеса, ребята! Где свидеться-то пришлось? Из этих слов пришло Аксенову в мысли, что не знает ли этот человек про то, кто убил купца. Да, он сказал. Или ты слыхал, Семенович, прежде про это то самое дело? Или видал меня прежде? Как не слыхать? Земля слухом полнится. Да, давно уже дело было. Что и слыхал, то забыл, сказал Макар Семенович. Может, слыхал. Кто купца убил? Спросил Аксенов. Макар Семенов засмеялся и сказал. Да, видно, тот убил, у кого ножик в мешке нашелся. Если кто и подсунул тебе ножик, не пойман не вор. Да и как же тебе ножик в мешок сунуть? Ведь он у тебя в головах стоял? Ты бы услыхал? Как только Аксенов услыхал эти слова, он подумал, что этот самый человек убил купца. Он встал и отошел прочь. Всю эту ночь Аксенов не мог заснуть. Нашла на него скука. И стала ему представляться, то представлялась ему его жена такую, какой она была, когда провожала его в последний раз на ярмарку. Так и видел он ее, как живую. И видел ее лицо и глаза. И слышал, как последний раз она говорила раз ему и смеялась. Потом представилась ему дети все, такие, какие они были тогда. Маленькие, один в шубке, другой у груди. И себя он вспомнил, каким он был тогда, веселым, молодым. Вспоминал, как он сидел на крылечке, на постоялом дворе, где его взяли и играл на гитаре. И как у него на душе весело было тогда. Ох, как весело! И вспомнил лобное место, где его секли и палача, и народ кругом, и цепи, и колодников, и всю двадцатишестилетнюю острожную жизнь. И свою старость вспомнил. И такая скука нашла на Аксенова, что хоть и руки на себя наложить, охота и все. И все от того самого злодея, думал Аксенов. И нашла на него такая злость на Макара Семеновича, что хоть самому пропасть, а хотелось отмстить ему. Он читал молитвы всю ночь, но не мог успокоиться. Днем он не подходил к Макару Семенову и не смотрел на него. Так прошли две недели. По ночам Аксенов не мог спать. И на него находила такая скука, что он не знал, куда деваться. Один раз ночью он пошел по острогу и увидал, что из-под одной нары сыплется земля. Он остановился, посмотрел. Вдруг Макар Семенов выскочил из-под нары. С испуганным лицом взглянул на Аксенова. Аксенов хотел пройти, чтобы не видеть его, но Макар ухватил его за руку и рассказал, как он прокопал проход под стенами. И как он землю каждый день выносит в голенищах и высыпает на улицу, когда их гоняют на работу. Он сказал, только молчи, старик. Я и тебя выведу. А если скажешь, меня засекут, да и тебе не спущу это. Убью, смотри. Когда Аксенов увидал своего злодея, он весь затрясся от злости. Аксенов выдернул руку и сказал, выходить мне незачем, и убивать меня нечего. Ты меня уже давно убил. А сказать про тебя буду или не буду, как Бог на душу положит. На другой день, когда вывели колодников на работу, солдаты приметили, что Макар Семенов высыпал землю. Стали искать. Во строге и нашли дыру. Начальник приехал в острог и стал всех допрашивать, кто выкопал дыру. Все отпирались. Те, которые знали, не выдавали Макара Семенова, потому что знали, что за это дело и волосекут до полусмерти. Тогда начальник обратился к Аксенову. Он знал, что Аксенов был справедливый человек и сказал, старик, ты правдив, скажи мне перед Богом, кто это сделал. Макар Семенов стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на начальника и не оглядывался на Аксенова. У Аксенова тряслись руки и губы, и он долго не мог слово выговорить. Он думал, если скрыть его, за что же я его прощу, когда он меня погубил? Пускай поплатится за мое мучение. А сказать на него, точно его засекут. А что, как я понапрасну на него думаю? За что ж мне легче разве будет? Скажите, пожалуйста, думал он сам себе, как будто с кем-нибудь разговаривая. Начальник еще раз сказал, ну что ж, старик, говори правду. Кто подкапывал? Аксенов поглядел на Макара Семенова и сказал, Я не видал и не знаю. Так и не узнали, кто подкопался. На другую ночь, когда Аксенов лег на свою нару и чуть задремал, он услыхал, что кто-то подошел и сел у него в ногах. Он посмотрел в темноте и узнал Макара. Аксенов сказал, что тебе еще от меня надо? Что ты тут делаешь? Макар Семенов молча сидел и продолжал молчать. Аксенов приподнялся и сказал, что надо, уйди, а то я солдату скажу, позову их. Макар Семенов нагнулся близко к Аксенову и шепотом сказал, Иван Дмитриевич, прости меня. Аксенов сказал, за что тебя прощать? Я купца убил, я и ножик тебе подсунул, я и тебя хотел убить. Но на дворе зашумели, я сунул тебе ножик в мешок и вылез в окно. Аксенов молчал и не знал, что сказать. Макар Семенов спустился с нары, поклонился в землю и сказал, Иван Дмитриевич, прости меня, прости ради Бога. Я объявляюсь, что я купца убил, тебя простят. Ты домой вернешься. Аксенов сказал, тебе говорить легко, а мне терпеть каково. Куда я теперь пойду? Жена померла, дети забыли, мне ходить некуда. Макар Семенов не вставал с полу и бился головой о землю и говорил, Иван Дмитриевич, прости, когда меня кнутом секли, мне легче было, чем теперь на тебя смотреть. А ты еще пожалел меня. Не сказал, прости меня ради Христа. Прости ты меня, злодея окаянного. И он зарыдал. Когда Аксенов услыхал, что Макар Семенов плачет, он сам заплакал и сказал, Бог простит тебя, может быть. Я во сто раз хуже тебя. И вдруг у него на душе легко стало. И он перестал скучать о доме и никуда не хотел идти за строго, а только думал о последнем часе. Макар Семенов не послушался Аксенова и объявился виноватым. Когда вышло Аксенову разрешение вернуться, Аксенов уже умер.